День Победы – главный праздник России. Утром 9 мая 1945 года по всему Советскому Союзу было объявлено о победе Красной Армии и советских войск над нацистской Германией. Из года в год эту дату отмечают по всей стране. Вот и сегодня, в 78-ю годовщину, прошел военный парад в Каспийске, где приняли участие свыше 800 военнослужащих. В этом году он проходит впервые в статусе города трудовой доблести. Торжественным маршем флаг Российской Федерации и копию знамени Победы знаменная группа вынесла на площадь имени Ленина. Командовал парадом войск гарнизона начальник штаба Краснознаменной Каспийской флотилии контр-адмирал Олег Криворог. Принимал командующий Краснознаменной Каспийской флотилией контр-адмирал Александр Пешков. С торжественной речью по прямой линии выступил президент Российской Федерации, верховный главнокомандующий вооруженными силами Владимир Владимирович Путин. В праздникам в честь наших отцов, дедов и прадедов, которые прославили и обессмертили свои имена, отстояв отечество. Ценой неизмеримого мужества и огромных жертв спасли человечества от нацизма. Сегодня цивилизация вновь находится на решающем переломном рубеже. Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим их жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность. На главном празднике страны в этот день присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, представители администрации, главы и правительства региона, министерств, ведомств, администрации Каспийска, духовенства, члены семей военнослужащих СВО и многие другие. Поздравил дагестанцев с великим праздником и генерал-полковник, глава республики Сергей Меликов. Мы преклоняемся сегодня перед теми, с чем мужество, отбрака и готовность приверить от общества, стараясь сражением вооруженным победителем для донизированных плащей и технических. Эти безградания не поможут отличить на то же время. И пока наши государства задавались в свободе на то же время, кто не вернулся в пакет сражений, пока случайно права в данном состоянии, мы не помним. В торжественном марше войск гарнизона впервые за долгое время принял участие парадный расчет Управления Федеральной службы исполнения наказаний, а также выступили парадные расчеты Краснознаменной Каспийской флотилии, личный состав 106-й бригады надводных кораблей, 73-й гвардейской белградской бригады кораблей охраны водного района и рота женщин-военнослужащих. Помимо этого торжественным маршем прошли личный состав пограничного управления ФСБ, 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, парадный расчет главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям и Дагестанской таможни. В парадном строю выступили и юные патриоты, будущие защитники Родины, воспитанники кадетской морской школы-интерната и участники военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Вслед за пешим строем выдвинулась механизированная колонна. На главной площади было представлено 20 единиц образцовой современной боевой техники и вооружения. Бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили «Ахмат», советская боевая машина реактивной артиллерии «Катюша», техника МЧС, Росгвардии и многое другое. Завершился парад музыкальной композиции «День Победы» в исполнении сводного военного оркестра гарнизона под руководством майора Евгения Рыбакова.